Друзья мои, добро пожаловать. Не надо кашлять, не нужно болеть, нужно продолжать выживать. Ну что ж, это Лонг Дарк. У нас тьма тьмущая, наша задача была проверить людишек, которые здесь после крушения самолета, и понять, что с ними делать. Плюс мне надо выложить кучу хлама, потому что я все набрал здесь, а, наверное, этого сделать не стоило. Да, хотел сказать Святой Отец, но я не помню, как тебя зовут, и давай мы просто на этом разойдемся. Друзья, для начала, для начала у нас сильный перевес. Давай что-нибудь с этим решим. Значит, я нашел сундук и положил туда топорик. Кто-то мне писал, что типа топор, нахер он тебе упал. По большому счету, если у тебя есть уже уголь, у тебя есть куча всего мяса, вот разве что добывать можно, наверное, и обычным охотничьим ножом. Но, с другой стороны, огромную тушку оленя ты заебешься разрезать, наверное, маленьким ножиком, да? А, описания нет. Ну, естественно, описания никакого нет, воду я выложить не могу, пистолет мне нужен. А это все надо, все мне надо, еловые дрова. Сто процентов один килограмм. А, значит, двадцать восемь с половиной. Я на два кило еще могу какую-нибудь шушеры набрать. Так, тряпки, металл, лук. Ну, это такое, оно все по мелочи, как бы сильно много не занимает. Но когда у тебя, блядь, два, четыре, шесть упаковок спичек, ты начинаешь задумываться, а ведь ты же не куришь, нахера тебе столько спичек-то надо. Ладно, но они ничего не весят, понимаешь, они практически невесомые. Вот эти вот перчаточки, наверное, можно выложить. Вообще их надо перерабатывать, делать кучу ништяков. Вот это. Это у нас увеличительное стекло, лупа. Лупа, лупа. Но у меня есть спички. На кой хер тогда мне лупа, не знаю. Я ее тоже выложу. Мясо, свежее приготовленное оленино, наконечники, но это одежда. Во, двадцать восемь килограмм, по-моему, нормас. Первую часть я сделал. Дмитрий, тридцать семь процентов. Димон, что с тобой? Посмотрим, что здесь не так. Риск гипергликемии. Причина диабет первого уровня. Нужен инсулин. А у меня нету инсулина, братан. Я все, конечно, понимаю, но такого специфического лекарства это надо искать. Димону плохо. Димону хуево, не то что плохо. Хлоя, семьдесят три процента. Можно я осмотрю вас, хорошо? Переохлаждение. Причина обморожения вследствие длительного пребывания на холоде. Нужно время и постельный режим. Можно было бы ей чайку бахнуть, она бы спокойно вылечилась, но, как видишь, она не просит ничего этого делать. Из важного только пока инсулин надо найти. Эрик, пятьдесят шесть процентов. Что у нас у Эрика? Вот, вода питьевая. Риск обезвоживания. Давай дадим. Вода-то у меня есть. Воду я всегда могу натопить из снега. То есть тут вообще говно вопрос. Вам уже лучше? Да ему заебись, по-моему. Беннет или Бенедитт. Или Бенедикт. Как там тебя? Тебе нормально вообще? Лечение не требуется. Нужно время и постельный режим. Конкьюженс у него. А помочь я ему тоже не могу. Да он и особо и не просил, как бы, понимаешь. Понимаешь. Франклин, ты что делаешь? Это не тот Франклин, который в ГТАшке был. Да, лечение тоже не требуется. Ну, походу, придется искать, видимо, инсулинчик у нас. Так, тут я смотрел. Тут не надо. Уинстон. Посмотрим, Уинстон, что у тебя, температура, что ли? Лечение не требуется. Поговорите с отцом Томасом, новая цель. У тебя все в порядке? Я думаю, что отец Томас скажет нам, что надо бы пиздошить, наверное, за инсулином. Я, правда, не знаю, где мы тут найдем его. Но, наверное, где-то должна быть аптечка. Я осмотрела выживших. Многие легко отделались. Можно, могло быть и хуже, явно. Том были просто счастливчики. Менее везучих вы найдете в подвале. Да с милостивиться над ними, Господь. Одни умерли от ран, других мы нашли уже мертвыми. Мы положили их внизу, чтобы оставить тела на холоде. И еще... В общем, вокруг очень много волков. Да, я видела их. Думаю, я смогу найти то, что нужно выжившим. Но среди них есть диабетик. Уже скоро нам понадобится инсулин. Вы знаете, где можно найти его? Тревожная весть. Я вообще понятия не иду. Мы имеем дело с диабетом первого типа. В таких случаях тело не может самостоятельно вырабатывать инсулин. Когда его нет, больной может испытывать шок и даже умереть. Что ж, тогда нам придется найти его. Поскорее. Пока метель не усилилась настолько, что нельзя будет выйти наружу. Я должен остаться с выжившими и присматривать за ними. Но вы... Вы можете пойти туда и поискать нужные лекарства. Я так и сделаю. Куда идти в первую очередь? Не откажусь от совета. Большинство домов здесь уже пусты, но, может быть, там удастся найти немножечко припасов для вышивших. Наш диабетик с места крушения и находится здесь уже день или два. Возможно, инсулин есть в багаже этого пассажира, там, на месте крушения. Как же я найду его? Вам придется проверить каждую сумку и надеяться на лучшее, мэм. Хорошо. Тогда вы тут присматриваете за всеми, а я вернусь так быстро, как только смогу. Спасибо вам за помощь, душик. Есть еще кое-что. Да. Многие выжившие измотаны. Знаю, что последствия крушения — это все. Но я уже видел подобное раньше. Чтобы выжить, людям нужна надежда. Но если надеяться больше не на что, нужно смириться. Эти люди, многие из них летели не в одиночку. Они раздавлены горем и переживают за своих близких. Их мучает чувство вины. Почему они выжили, а остальные нет? Вы можете помочь им найти смирение. Но велика вероятность, что осмотр места крушения станет далеко не самым приятным занятием. Я уже видела смерть. Да, вы врач, поэтому понимаете, насколько хрупка человеческая жизнь. Я же больше разбираюсь в хрупкости человеческого духа. Те, кто потерял своих близких, если вы подарите им смирение, они смогут быстрее начать свое исцеление. Согласна. Известно, что разум и тело неразрывно связаны. Если найдете любые вещи, любую информацию, которая поможет опознать тех, кто не выжил в той катастрофе, эта информация поможет исцелить их раненые души. Возможно, тогда у них появятся силы, пережить новый день. Сделаю все, что смогу. Буду искать удостоверения, документы, все, что поможет опознать погибших. Тогда возьмите это, дитя мое. О, я не из верующих. Прошу, оставьте у себя. Это не для вас. Прошу, порадуйте меня. Я не понимаю. Сейчас я не могу проводить их души в последний путь. Но если эти чертки будут у вас, пока вы следуете место крушения, вы принесете утешение старому священнику. Пусть я не смогу помолиться за них, но это меньшее, что я смогу сделать. Святой Отец, не хочу вас обидеть, но неужели вы действительно в это верите? Возможно, Вера, это все, что у нас осталось. Вот как-то так. Вот как-то вот так. Четки добавлены в ваш инвентарь. Найдите упавший самолет. Где он вообще, блядь? Ух ты ж, твою ж ты мать! Так, а мы где? Мы в перепуте Томсона здесь, да, внизу? А нам пиздохать надо аж на самый-самый верх. Но я хотел сходить сюда, в черный камень, как бы, я обещал же. Похоже, несколько пассажиров, это я знаю. Еду я понял, а... Нам в подвал не надо, да, я так понимаю, заходить? Там, видимо, тела лежат, разлагаются. Ух ты, ебать, колопать! Кто? Где? Где телефон? Итак, ты все еще жива? Пока что видишь, когда. Но в городе есть люди, которые не выживут без моей помощи. Ты идешь к месту крушения. Откуда вы знаете? Ты рисковала жизнью, чтобы попасть сюда и помочь больным людям. Ты пришла ко мне на помощь, когда я застряла тут, ты врач. Поэтому ты не дашь замерзнуть до смерти горстки выживших. Я хочу помочь жертвам крушения. Только на чудо не рассчитывай. Метель длится уже несколько дней, да и волки тут рыщут. Вряд ли кто-нибудь выжил. Я надеюсь, что вы ошибаетесь. Да, да, да. Я оставила тебе небольшой подарок. Послушайте, я не думаю, что... Расслабься. Тебе же надо кому-то доверять, да? Можно ли доверять той, у кого в подвале лежит труп? Справедливая хуйня. Но если хочешь жить, загляни в багажник синего седана. Там, за качельками. Хорошо. Тогда спасибо. Спасибо, Сагас. Спасибо, Сагас. Замечательно. Берегись волков. Или волков. Вообще похер. Но эти ублюдки реально доставучие херы. Значит, найдите машину, которая упоминала Молли, и обыщите ее багажник. Но это рядом. Это все рядом. Потом. Это же получается речка. Речка здесь, речка тут, живописный мозг животворящий. То есть мне нужно как-то добраться до самого верха. До самой-самой верха. Самые ебеняшки туда мне надо. Что тут такое? Тут ничего хорошего. Пошли хоть глянем. Что у нас на уличке-то творится? Какая погодка там? Ох, ёптвою ты мать. Вот эта машина, которая, видимо, нужна, да? Ебать. Не-не-не-не. В смысле что? А это что было сейчас? Что? Боевой дух лесных волков. У стаи лесных волков есть боевой дух, который отображается на специальной шкале. Его можно сломить, бросая в них предметы или стреляя. Растеряв боевой дух, стаи убежит, но может вернуться, когда восстановит силу. Плохо дело. Думай, Астрид, думай. Ммм, можно бросать в них камни, либо стрелять из револьвера. Вы не можете использовать это здесь. Там просто ночь, как бы. Я бы на... Я еще и без спальника пошел. Ну, совсем его бобли. Так, спальный мешок. Сколько у нас чего там? Давай часика на три. Храпака дай, а там уже будем думать. Значит, на улице нас ждет стая волков, голодных сучек. И надо что-то делать. Может быть, они уйдут. Но они понимают, что здесь как бы есть люди. У волков отлично развитый нюх. Поэтому даже умирающего здесь они спокойно, как стервятники, будут ждать. Что у нас по показателям? Все нормально у нас по показателям. Блядь, ночь только в самом разгаре. Но это плохо. Это реально херово. Поэтому спим, ждем. Ночью идти вообще как бы не самое лучшее. На рассвете, да. Это я еще понял бы. На рассвете я пойду. И что-нибудь найду. Так. Судя по виду, наверное, все так же плохо, да? Все так же хреново. А, подожди. Воды надо попить. Водички надо попить. 41%. Она еще и калорий даст нам немножко. Это тоже хорошо. Там типа сахар содержится, поэтому и утолим голод, и попьем. Все, спим дальше. Еще три часа. Это получается мы уже девять часов проспали. Может в игре какие-то другие сутки, я не знаю. Слышно, да, как оно там? Вот. Это уже, как говорится, нормально. Вот сейчас я, по большому счету, готов как бы уже выдвигаться. Я не знаю, вон там заскриптовано, не заскриптовано. Хер его знает, короче. Пошли посмотрим. Подогревайте воду дольше, чтобы ее очистить. Ох ты ж, блядь. Надо еще часок, наверное, да? Надо еще часик, наверное, бахнуть. И через час, когда погода будет уже более-менее стабильной, я, наверное, смогу двигаться далее. Тикс. Значит, смотри, что мы делаем. Мы делаем с тобой очень хитро выебанную схему. Вот так вот. Да ты издеваешься, что ли? Он здесь стал, я... Во. Вот так. Еще один час. И мы готовы выдвигаться дальше. Сначала пойдем посмотрим, где там зэки разбились. Может, там что-то полезного есть. Полутаемся там. Потом пойдем уже в другие меня. Так. А если там был автобус, значит, там были чуваки, которые сопровождали этих зэков. Значит, у них есть оружие. Оружие нам надо. Смотри, спальник лежит, блядь, бесхозный. Откройте эту дверь. Я газету заберу, пожалуй. Местные легенды. Я тут все лутал уже. Вот, уже хорошо. Так, спальник я забрал. У меня была проблема раньше в Лонгдарк. Я всегда забывал этот санный спальник. Вещи в транспорте. Во! Блядь! Слышь, 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 слышь. Шавки саные, блядь, прямо здесь. Ох ты, еба. Нахуй с пляжа, блядь. Все. Все. Ну как, не все, конечно. Привет, газета. Молли нам газетку оставила, да? Пусто. Какая-то музыка, блядь, заиграла. Серьезно, что ли? Так, сзади ничего нет. Покинул. У меня 17 патронов. Откуда, блядь? Лежать, собака, блядь. Откуда, блядь. Ра! Хорошо. Все, мы собаку типа напугали как бы. Открыть капот. Быстрее, Астрид! Что под капотом? Аккумуляторную клемму вижу. Подожди. Это же не тот, да? Не та машина. Она сказала про синюю тачку. Но это не та тачка. Или там мясо можно было взять. Она мне сказала про другую машину. Мне надо вот туда вот куда-то. Вообще, в идеале мне нужна еда. Если уж так смотреть, то мне нужна какая-нибудь газировочка. Давай посмотрим, что тут есть. До сих пор нормального какого-то фонарика на батарейках у меня нема. Дом на распутье. Но тут все разграблено. Здесь явно мародеры уже были. Хотя, херово знаем, блядь. Что тут может быть? 15 минут. Кстати, мы... О, антисептик. Это хорошая штука. Вот это хорошая тема. Вот это я не зря зашел. Вот я знал, что газировочка для Олежки всегда найдется. Хотя я сам это дело не пью, поэтому и вам не советую. В тостере ничего. Требуется ножовка, чтобы разбить тостер. Он нам плохого ничего не сделал, но разбить мы его готовы. О, баночка сардин, хули. Я помню, мы тут рыбу ловили. Я делал себе этого. Фу, сельдевидный сик. Но он приготовленный как бы. Попахивающий. Заберем, хули. Пусть будет. Риск растяжения? Нет, чего, блядь. У тебя растяжение, мать. Хочешь сельдевидного сика бахнуть? Свежая оленина приготовленная. А у меня там помимо оленины-то еще что было, да? Я же там еще хавки набрал. Я же такой, блядь. Удалец-то. А, и что у нас по идее? Сельдевидный сик. Ну, как бы кондишен-то у него нормальный. Давай схаваем его. Хуже... О, видишь, риск растяжения вылечили. Желудок наполнили. Все нормально. Так, тут пусто. Здесь тоже пусто. Это я брать не буду. У меня этого добра на малом. Это я хожу такой, да? Звук издаю странный. Вот, содовую. Кто любит содовую? Кэл любит содовую. Мне как... Что-то было? Странно. Только что был звук, как бы... Набора для шитья мне не надо. Ну, на данном этапе у меня нафиг не упал, как бы. Ладно, что у нас здесь? А может быть, нам потом полутаться? Вот эта игра, она противоречива в плане твоих решений. Вот носочки я возьму, пожалуй. Мне надо и полутаться. Опа! Кроссы! Блядь, опять риск растяжения. Да ты задрала меня уж, мать. Серьезно. Кроссы нам надо? Ну, как бы... Как бы так себе ж, да? Как бы от воды тебя они не спасут, как бы от гололю. Ну, ты немножко быстрее будешь. Я не знаю. Давай, пока я выброшу. Я думаю, что я найду еще себе обувь, которая мне нужна. Риск... Все, нормально. Все, почапали отсюда. Чтобы долго тут не стоять, просто пойдем дальше. Так, санных волков я не вижу. Продолжаем искать машину, о которой говорила нам Молли. Мы вроде как бы правильно идем. Это что? Это фарм, фреш. Здесь что-то продавали. Какие-то саженцы, семена, всякую такую лабуденьку. Так, все вот, походу. Но она говорила вроде про пикапы, мне кажется. Церквушечка. Так, обыскать багажник. Морские фальшфейры. А, очень яркие. Это типа помощь от Молли. Они могут отпугнуть даже лесных волков. Сколько их там, блядь? Ебать-колобать. Найти машину, в которой Молли что-то спрятала. Так, ну если я взял, подожди, морские, то я, получается, могу оставить все дешманские, которые у меня были уже. А дешманские у меня были вот здесь. Вот. Применить, бросить, смотри. А, бросить нельзя в тачке. А почему нельзя в машине положить вещи? В чем фейл? Так, тут чисто. Козыречки, ни черта. Козыречки, ни черта, нет. Капот есть, что ли? Бля, мать, замерзает. Очень быстро, при том, замерзает. Тут пусто. Здесь тоже пусто. Радио, понятное дело, не работает. Так. Нихреновый мост, между прочим. Сейчас зайдем в Чорч. Сюда в церкушечку быстро. И я выброшу какие-нибудь вещи, наверное. Что-нибудь оставим. Что-то мне тяжеловато. Церковь от Радной Долины. Что это? Бутылка воды. У меня вода есть. Книга. Обычно это источник знаний, но в данной ситуации это не источник знаний. Епархия северного побережья. Все мы перебывали в печали, когда узнали о недавней краже. Я говорил с констеблем. Если информация, полученная им по телефону верна, следы ведут в старый дом неподалеку от места под названием гребень скитера. А вы слышали о таком? Он выходит с вами на связь. Так, это интересно. Там что-то может быть в этом гребне. Гребня. Шарф из хлопка. Эта ерунда может пригодиться. Теперь давай заниматься вот этой вот ебистикой дальше. Шарф может пригодиться? Нет, не может. Хер это лютая. Шапка. Шапка, ну как бы кондишен-то дерьмовый, понимаешь? А ремонт? 25 минут. Давай поремонтируем. Ремонтирую, ремонтирую. Нормально все. Вот. Теперь хорошо. Вот теперь шапка должна как бы... Давай ее поносим немножечко. Тут одна шапка, тут вторая шапка. Нет, лучше, наверное, оставим так, да? Пусть будет две шапки. А что у меня есть? Спецпредметов у меня нет. Носочки. Вот. Носить. Эти носочки явно получше. И эти носочки явно получше. Вот по ботинкам тоже ситуишн такая, знаешь, невнятная как бы. А перчатки? Эти перчатки будут получше. Эти мы оставим, я их выбрасывать не буду. Жалко, нельзя две пары напялить на себя. Так. Значит, надо выбросить лишнее. Я оставил немножко вещей, которые мне якобы могут не пригодиться. И готов двигаться далее. О, это я возьму. Такие штуки, видишь, как хавка здесь, в принципе, всегда нужны. Я бы еще взял бы патроны, но я не вижу, что это такое. Шерстяные варежки. Надо нам шерстяные варежки? Я не знаю. Давай посмотрим хотя бы. Пожалуй, я этим воспользуюсь. Говорит Томас. Говорит, шерстяные варежки, наверное, должны быть здесь, да? Ну, они типа от холода защищают получше. От ветра не очень. От дождя как бы тоже. Нижний слой. А можно их куда-нибудь другой слой? Нет? Нет. А эти кондишен такой говюденький. Но эти будут полу... Ладно. Давай просто их с собой возьмем. Они же вес-то вряд ли много занимают, правильно? Правильно. Все. Теперь целенаправленно движемся, движемся, движемся. Нам надо наверху. Далековато нам пиздарить. Так, ладно. Блин, погода дерьмовая. Она замерзает просто мгновенно практически. Может, какую-то куртку поискать себе? Вообще, мысль хорошая была бы. Что это такое? А, это снегом завалило. Ух! Витруган-то какой. Значит, мне надо сейчас прямо и направо. Вон кострище. Можно было бы согреться. Странно, что она так быстро мерзнет. Да, я помню, здесь есть хорошие вещи. Их можно найти. Их можно, по-моему, даже скрафтить. Открыть транспорт. Там ничего такого нет. Там антисептик валяется, вижу. У меня две штуки антисептика с собой уже есть. Кстати, вон бензоколоночка. Но я раз уже туда пошел, давай еще туда заглядим, побыстрее. Что здесь? Охренеть, какая погодка дерьмовая, а? Так, газировка. Выпей на спейс, давай. Чтоб добро не пропадало, мы хотя бы можем это выпить. Кстати, персонажи в этой игре, по-моему, в туалет вообще не ходят. То есть такого нет. Даже до стрейдинга отлить можно было. Здесь этого сделать нельзя. Здесь запасы, смотри. Сардины, томатный суп, книга. Что это такое? Рюкзаки. А это тело лежит? Блядь, я не увидел сразу ни хрена. Записка лесного оратора про бункер. Старик скрывается неизвестно где. Но он должен был оставить какое-нибудь снаряжение. В любом случае, другого выхода нет. Печатки мне пока не надо. Посмотрим, что есть у замороженного трупа. У замороженного трупа ни хера нет. Но лута здесь много, я уже как бы вижу. Давай спички попробуем. Во, хорошо. Таблетки для очистки воды. Горючее. Топливо для фонаря я заберу. Так, газеты, газеты. Мне патроны надо. Вот патроны. Травяной чай. Сольные крикеры. Ах, чертовство. Что там было написано? Злаковый батон. А злаковый батончик давай тоже скушаем. Я так понял, что еды здесь будет навалом. Поэтому, наверное, париться особо нет смысла. Зажигай. Вон еще два батончика. Просто если мы сюда еще припремся, то можно зайти и заново это полутать повязка. Блять, патроны такие маленькие, сука. Их не увидишь. Кассовый аппарат. Наверное, деньги будут. О, вот это заебца. Хотя бы один патрон. Странно, что он делает в кассовом аппарате, но... Щиту поделать, как говорится. Так, это что? Энергетический напиток. Гоу. Я возьму с собой тебя. Баночка кофе. Там чисто? Патроны, кстати, бывают... О, ружейный патрон, блядь. А я думал, это ничего такое. Знаешь, валяется, типа... А как текстура какая-то. Так, ружбайку осталось только взять. Но ружье будет, скорее всего, в бункере, либо в домике лесника, как было у нас. А еще в тех разах, когда мы играли в Лондарк. Потрепанные джинсы. Это лучше, чем ничего. У нас хорошие штаны есть. Тут пусто. Еще один ружейный патрон. Бутылка не надо. Обезболивающее надо. Сгущёнка, блядь, хорошая тема. Но теперь у меня опять риск с чертова перегруза. Что мне выбросить такого? Вот что мне не надо, скажи мне? Ножика два. Ну, нападет на меня волк. Я смогу хотя бы отбиваться. Два антисептика. Тоже надо. Вот это мясо захавать. Можно было бы, наверное, так и сделать, кстати. Все. Мясо весило целый килограмм. То есть девушка хрупкая в себя сейчас всадила такое количество белка. Наверное, это хорошо. Ладно, это все мы оставим. Это джарки, дженки, как они там называются? Всякие закуски. Все. Еда есть. Провианта здесь дохеровой тучи. Поэтому можно даже реально не париться. Вот что должно нас волновать, так это погода. Она тут всегда злоебная. Что мы делаем? Мы идем прямо-прямо. Сейчас до первого поворота. И там уже будем идти уже налево. Блядь, дойду я, я не знаю, серьезно. Как по уму надо было бы сделать? А что он так еле, блядь, колевает? Нормально? Еле-еле, блядь. Не, бегать-то я могу. Нормально. Мне нужно было бы сделать кофе или травяной чай. Горячий. Господи, как холодно. Горячие напитки здесь сыграли бы свою роль, конечно. Хорошо. Но будем идти вот так вот. Если умрем, значит так и будет. Будем начинать заново, хули. Давай, 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 родная, давай. Чирик, пизды, ку-ку. И побежали мы. Все. Волков? Волков, блин. Волков нет, все нормально. Все хорошо. Блин, у нас сейчас реально этого самая копытница. Слушай, а что это был за звук странный? Что, блядь, происходит в этой игре? Так, я поворот не прошел? Не, я даже не дошел до него еще. Все, мать уже сейчас будет копытиться. И тут энергетика нет. Может, я так смогу, слушай. Может, я так смогу его выпить. Да, тихо, тихо, ша. Дает прибавку к выносливости и надолго снижает усталость. Два ебаш. Усталость снизилась, как бонус. Я не знаю, что там за пойло термоядерное, но вроде как ей это помогло. Вот если бы оно еще защищало, как бы, от холода, я был бы вообще сказочно счастлив. Где этот самый, блядь? Я пробежал? Тут, оказывается, поворот был. Слышишь, какая погодка, да? Почему нам всегда не везет на эту чертову погоду, а? То есть где-то там упал самолет. Мне даже надо вот так вот уйти, наверное. Мне даже вот в ту сторону желательно. В этой игре крайне все медленно... Что-то было, блядь? Какого хуя? Что, лавина, что ли? Почему земля дрожать стала? Нихрена себе, блядь. Если это медведь, то мне уже не сладко. Мы на медведя охотились. С медведем тут была такая особенная такая потрохушечка, я бы сказал. Он довольно злостный ублюдок, поэтому его надо выслеживать. Его сразу не убьешь. С ним это все очень долго происходит. Но звуки, которые мы здесь слышали, они как бы навеивают не на самое приятное. Что это был за звук? А, это ветер гуляет. Так, вон оленя вижу. Лукаемость-то будет омоление. Но олень нам не надо. Нам надо бежать. Притом бежать как можно быстрее. Я понимаю, что сложно. Что 30 килограмм веса на твоих плечах, это не лишний вес, а это вес нашего рюкзака. То есть это как бы все надо. Так, мы идем правильно. Главное потом только вернуться. Раньше в игре карты не было. Поэтому приходилось ориентироваться либо как-то по сторонам света, либо по каким-то примечательным горкам, местам и прочей елубени, которая здесь была. А теперь мне нужно понять, где упал этот самый самолет. Где-то там, получается, за горы. Вон там летают, смотри, вороны, птицы. Скорее всего, там, наверное, трупы. Как они? Я не вижу тут ничего, что могло бы напомнить. А, подожди, там самолет или все-таки этот какой-нибудь автобус, автозак или как он там называется? Автозак. Так, птички летают здесь. Ух ты, заебушка какая. Смотри, пещера. Мм, найс. Жестко. Так, ее уже коробят под небольшой. Простая стрела. Обыскать замороженный труп зэка. Лесная пещера. Опа, шоколад. Новая лыжная куртка. Заебушка, блядь. Вот это я не зря пришел сюда. Костерочек. Что у тебя есть? У тебя бензин даже из них, да? Давай, детка, давай, 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 давай. Молодец, молодец. Так, да. Отлично. Я бы сказал просто охренительно. У нас есть куртка. Но это новая лыжная куртка. Видишь, от холода не сильно как бы. От воды тоже. Ай, блядь. Она весит килограмм как бы, да? Такое себе удовольствие. Давай огоньку туда подкинем. Добавить топливца, наверное, надо было бы, да? Древесина, кедровочка. Вот, часик, оно будет готовиться. Сейчас мы подогреем себя немного. И пойдем посмотрим, что там находится. Готовить. Баночка томатного супа давай. Горячая еда, как я и говорил, кофе, еда, это хорошая тема. Так, готовь. В смысле пустая банка? А, она уже готовит, типа, да? Вода. Пустая банка. Можно себе накипятить. Надо воды, кстати, сделать, потому что маловато. Время действия устало снизилось. Вот, Хавка, вот, смотрим. До готовности девять минут. Это снег тает у нас. Между нами тает снег. Что здесь у нас? Записка осужденного. На нас открыли охоту. Что ж, не ожидал. Мы должны были оторваться от фараонов еще по дороге. Не зевайте, иначе нам отсюда не выбраться. Можно ее взять. Поношенные шерстяные носки. Лимонад. Слушай, а надо вообще туда идти, как бы? А, там пещера с концом. То есть, она не бесконечная. Блядь, что это было? Че она провалилась-то? Тут никого нет. Тут никого нет и ничего нет. Я так понял, что зэки тут просто разбежались. То есть, типа, кто куда? Кто в пещеру? Видишь, тут место. А это что? Черный камень. Это еще дальше. Мы туда тоже сходим. Туда тоже пойдем. Но у меня все равно чертов перевес. Так, 4 минуты здесь. И до пригорания. Не-не-не-не-не-не. Не надо. Не надо нам пригорания. Все. Сейчас будет быстрее согревание происходить. Потому что бонусом как бы все это дело есть. Факел надо. Факел не надо. Уголь. Добавить топливо. Ладно. Давай уголечку бахнем. Вот, риск растяжения, видишь, сразу проходит. Это хорошо. Возьми воду с собой. Опять, блядь, это за... Господи, сколько же можно-то, а? Так, у меня есть лишняя курточка. Может, ее порвать? Я получу две ткани с нее. А, это ремонт сынует собрать. Она сейчас будет ее резать. И у меня, в принципе, ткань как бы есть. Поэтому... Новая лыжная куртка. Это лучше. Это явно будет получше. Если ее починить, она будет вообще просто пушка, блядь. Так, эту мы бросаем. Кому надо, тот возьмет, как говорится. Что был за звук? Это был плохой звук. Так, остерок горит. Блядь, факел, наверное, брать не буду. Мне надо, смотри, просто прямо через реку и в ту сторону как бы. Там будет все нормально. Пустая банка. Я могу потушить костер? Взять факел, готовить? Не, не могу, ладно. Немножечко подогрелись, можно идти дальше. Раз мы уже начали такого сделать, то в следующей серии пойдем уже тогда выполнять задание, которое нам сказал... Собственно, вот, кстати, там горит оно, смотри. То, что попросил делать Святой Отец. Найти место крушения самолета и там уже заниматься поисками лекарств для диабетика. С одной стороны, может показаться, типа, как-то эгоистично, да, то есть мы пошли искать зэков, которые, скорее всего, уже мертвы, либо съедены волками, там, медведями и так далее. И живой человек, которому нужна помощь. То есть мы как врач, мы давали клятву Гиппократа, значит, мы должны отправляться и исполнять свой долг. То есть мы должны были так. Ну, решили сделать так. Надеюсь, это не сильно повлияет, не будет сильно критично. Это что там будет такое? Там что-то странное, по-моему. Бля, не туда пошел. Твою ты мать. Какие-то деревья, что ли, беседки. Давай, мать, как марафон. Ух ты, нихрена себе. Так, там смотри. Мне надо сейчас налево, я там смогу это дело обойти. Лед, наверное, трескаться подо мной не должен, да? Философский пруд. Бля, риск растяжения, не надо. Она от усталости просто много не может. Что тут, а? Что тут у нас там, а? Тут, а там, а у нас все как надо. Еще одна бухлиха, давай. Свежий соленый крикер. Кушай, давай. Очень холодно, разведи огонь, да посильнее. Я не могу, блядь, каждую минуту разводить огни. И согревай твой бренд. О, тут так я возьму. У меня все равно, ссаный перевязь. Я все время с ним борюсь. Двадцать девять. Что ты думаешь выбросить, скажи мне, пожалуйста? Что можно из этого? Все надо, понимаешь? Все нужно. Вот это надо гвоздодернам? Сгодится, чтобы открывать ящики. Но он весит целый кило. Как бы. Поэтому не знаю. Так, деревья брать не буду, спальничек тут есть. Вот тут мы ловим рыбку замороженную. Тут эту рыбу, кстати, можно и приготовить. Этим мы занимались. Но сейчас я этим заниматься не буду пока. Правильно мы идем? Ну, в принципе, да. То есть там можно будет пробежаться. По идее, когда ты бегаешь, то как бы кровь должна тоже разгоняться по твоему телу, чтобы ты не успела замерзнуть. Так, тут зэц заброшено. Классические такие беседушки. Так, вообще нам туда вот. Так, там водопад. Скорее всего, там, наверное, мы можем найти живого зэка и может быть какой-то диалог. Я на месте разработчиков сделал бы именно так. Смотрите, там есть мост. И этот мост мне сейчас надо будет. Время действия согревания закончилось. И теперь нашей героине будет становиться еще хуже. А я помню это место. По-моему, здесь можно было увидеть медведя, который вот там вот внизу был. По-моему, такая тема была. Тем более, эта карта как бы не новая. Эта карта тоже была уже в Лондарк. Так что, что нам кардинально нового дает, так это тупо квест. То есть так долго мы ждали, чтобы здесь добавили хоть какие-то действия. Чтобы это не было просто а-ля выживание. Чтобы оно обрело какой-то еще сакральный смысл. Нам туда. Вот сохраняшка, видишь? Да, я понял, понял, понял. Долго бегать ты не можешь. А может быть тебе что-нибудь, типа газировочки бахнуть. Тело начинает неметь. Еба! Еб-б-б-б, блядь! Нет, нет, нет. Сука, я аж закашлялся нафиг. Блядь! Нет, нет, блядь, стипа! Все, не пизда. Не пизда. Ах ты ж твою мать. Уйди, уйди отсюда, боров сраный. Уйди, Миха, уйди. Он разрывает меня, я не могу ничего сделать. Охренеть. Мне кажется, проще, наверное, перезагрузиться будет, потому что я сейчас буду очень убит. Я буду сейчас в ебене просто. Кровь, повсюду моя кровь. Повсюду просто пиздец. Блядь, он порвал меня, смотри, просто. Охренеть. Так он недалеко еще и ушел. Так, я решил перезагрузить этот момент. Мы увидели, да, что Мишка нас взъебал, конечно, по полной программе. А Мишка у нас был там. Внизу, да? Мишка у нас был там. Мишка очень херовый, блядь, ублюдочек. Так. Обойдем здесь. Мишка был на мосту. А мы пойдем вот так. Конечно, оно придало бы, наверное, как бы хардкорности, да? Типа хардкорчик такой здесь получился бы. Мишка нас трахнул по жести. У нас валялось оружие, кровь. Мы истекали, у нас был риск заражения. Но игра позволяет тебе как бы загрузиться заново. В Лондарк была такая система, что если тебя убивают, то сохранение, например, из папки, где на компе сохранятся сохранки, оно, короче, удаляется. Как бы под реализм все это было. Но мы еще живем. И у нас все заебись. Так. Даже несмотря на особо как бы на перевес, то есть мы идем с тобой. Я только вспоминал, что здесь, в этой локации, я помню, сколько лет назад мы играли. И до сих пор помню, что тут был медведь. Он по-прежнему здесь, в этом месте и находится. Так, нам, наверное, наверх, да? Или, по крайней мере, надо это дело быть. Тут ветра особо не гуляют, я так понимаю, сильные, да? Тихо, тихо, родная моя. Мы же спали с тобой. Мы же спали в церкви в перепутье этого перевале Томсова. Но она все равно устает. Что-то было, блядь. Э, спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно. Сейчас дойдем. Там, скорее всего, еще одна пещера будет. Нам направо. Я думаю, либо наверх, либо там, с той стороны. Там уже это дело поменяли. Получается, еще добавили вот эту вот стаю волков. То есть раньше волки могли просто нападать. Один, два, как получится. Вон зайчишка, блядь, бегает. Риск переохлаждения. Никогда еще так не мерз. Не мерзла. Ну, то есть они, опять же, забывают женский род здесь использовать правильно. При переупаде. Это тоже косячу. Учитывая, сколько мы ждем эту игру, она все равно умудряется подкосячивать немножко. Я вот думаю, надо ли было залезать наверх, или все-таки чуваки находились где-то внизу. Это тут. Так, птицы... А, вон вижу. Птицы никогда не врут, птицы всегда подскажут. Вот вторая пещера. Вторая пещера. Блин, было бы реально классно. А, это олень дохлый. И топор, да? Сломанная туша оленя заморожена. Так, это мне не надо пока. Хотя, наверное, если я возьму топорик и приготовлю мясо, самодельный нож, охотничий топор. А мне надо собрать где-то примерно 2 килограмма... А, можно только 1,3. А, 13 минут? Она не должна умереть за 13 минут, я надеюсь. Все. А вон волки, кстати, гуляют. Они очень хорошо понимают и чувствуют, когда здесь... Да что ж ты, блядь, нажимаешь-то все время? Давай, 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 давай. Блядь, это сохранение напрягает немного. О, крольчатинка, заебись. Давай. Что это, сломанные стрелы? Использую это, чтобы подняться выше и выбраться отсюда. Холмам нет конца, но другого пути нет. Та тварь еще где-то там. Идан, давай разведем костер. Костер. Так, горючее. Отлично. Персики. Персики можно, кстати, приготовить. Надо приготовить, смотри, тушу. Раз. Надо приготовить тушу, два. Надо кинуть сюда топливо, желательно. Добавить топливо. Сейчас оно будет готовиться. Палка, уголь. Добавить. Два часа. Я еще больше кину, чтобы можно было нормально подрыхнуть. Так, готовить. Найдено новое место. В смысле? А что, готовить нельзя уже? Готовить дальше нельзя. Запах жареной оленины, понятное дело, может привлечь сюда волчину. Поэтому надо быть, как говорится, на стороже. Что-то такое. А, текстура. Так, газетку сейчас подбросим. Кедро. Вот это все мы сейчас подбросим туда, то есть как бы. Перевес, перевесом, но. Щито поделать. Это кровать. Но тело-то мы не нашли. А надо дальше искать, да? Черный камень. Больше вроде бы на карте точек нет. Да, как раз в следующую серию пойдем в противоположную сторону. Далековато, пиздошить, конечно, придется. Тут тепло. Здесь игра говорит нам о том, что все нормально, тепло. И можно спокойно передохнуть. Что, по мясу? Бля, 36 минут, ты прикалываешься? Взять факел, добавить топливо. Я лучше там еще один костер разбодяжу. Вода нужна, вода вроде бы не надо. Хотя можно и попить. Вон кусочек уже готов практически, да? А, оленина приготовлена до пригорания. 30 минут. Возьми с собой. Взяли ленинку, мы с собой взяли. Так, это готовится. Добавить топливо. Сколько? Час еще можно. Смотри, как мы можем хитро сделать. Мы можем... Так, твою мать, не то. Мы можем положить сюда вот так вот. И час примерно здесь провтыкать. Можно даже поспать, наверное, было бы хорошо, да? Если никто не придет, будет прекрасно. Риск переохлаждения у нас вылечивается. Иногда бывали случаи, когда приходил медведь сюда, блядь, нежданно, негадно. Вот это было охуенно. Вон он, кстати, блядь. Вон и Мишка гуляет. Да, она горячая. Бля, сгорела. Блин. Придется выбросить. Где эта хера-то? Так, оно в еде, наверное, да? Где это? Вот это? А, это крольчатенько приготовлено. Это приготовлено. Это тоже. А где сгоревшая хавка? Я же ее взял с собой. Что-то я не понял, божди. Подожди, а где еда-то? Я случайно взял... плохую еду сгоревшую. Я что-то не вижу ее, хоть убей. Ладно. Надо все равно отдохнуть. Медведь себе там гуляет, отдыхает. 45 минут горит костер. Это я заберу. Фу, блин. Где же все равно падают показатели. То есть в любом случае... В любом случае... Надо здесь разжечь огонь. Можно это сделать вот здесь вот? Можно. Отлично. Ну что ж, самое время ложиться спать. Я буду ложиться спать. И... Чего вам тоже желаю. Не забудьте поставить палец вверх, подписаться. В следующей серии мы отсюда, если останемся живы, пойдем уже в сторону упавшего самолета. Это что такое? Это тайничок. Нихера себе. Похоже, несколько пассажей... О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Патрики, армейский ИРП, факел, антисептик. Сумели попасть в Отрадную Долину и следуйте... Я понял. Вот мы и нашли с тобой нишники. Все. Сегодня с лундарком у нас конец. Кто смотрел, тот молодец. Всего хорошего. Пока-пока. Продолжение следует...